Как тебя зовут, к чему ты готовился и на сколько ты сдал? Я весь учебный год готовился к профильной математике и сдал ее на 78 баллов. Когда увидели результаты, что почувствовали? На самом деле это были смешанные впечатления, потому что весь май я полностью готовился к ЕГЭ, никуда не выходил, сидел дома и писал пробники на 88, 95 баллов и 78, ну не знаю, я немного себе разочаровался. Как проходили занятия? Занятия проходили в очной форме, можно было заниматься из дома, но занятия в классе с учителем непосредственно проходили более продуктивно. Когда я пришел на курсы, меня встретили очень умные ребята, мы с ними занимались весь год, с некоторыми я даже очень хорошо сдружился, и мы до сих пор общаемся, как ты там поступил, не поступил, куда подал, куда не подал. Что понравилось на занятиях? На занятиях понравилась теплая атмосфера, понятное объяснение предмета, да и коммуникация с учителем, с учениками, с кураторами, это все было замечательно. А много с кураторами общался? Ну, с Машей очень много. С Димой я только зимой пообщался, получается. Он мне, кстати, дал формулу медианы, я потом показал ее в школе, и там как бы все такие, даже учитель, вот. А с Машей, ну, постоянно, Маша у меня постоянно проверяла домашку, не домашку, какую-то классную работу. Да нет. Ты готовился очень много, мне кажется, 78 баллов это был не твоей результат. Ну, я говорю, я разочарован. Я готовился к лучшему, но получилось вот так вот, к сожалению. Что не хватило или нужно было улучшить на курсах? Да, место положили тебе как? Отличный центр города. Ну, то есть, с любой точки можно доехать за минуты 30-20. Вот. Ну, я вот все думаю насчет заданий. Я думаю, может быть, вместе с домашкой там же эти, ну, там, 20 заданий 17-х, 20 заданий 15-х. Может быть, между ними что-то из первой части вставлять. Или, там, допустим, перед тем, как пройти блок, тебе надо, там, 5 заданий с первой части решить. Или еще что-то. Потому что у меня на экзамене в седьмом была ошибка. Вот я посмотрел его, и я все равно такой, а что там не так? Вот. Я вообще... То есть, не ходила первая часть? Ну, да я думаю, всего позакреплять. Потому что вот у меня даже в 13-м в Б ошибка. И в 15-м вообще ноль баллов. Ну, так, я вот думаю, что просто постоянное закрепление. Я как бы ближе к экзамену уже готовился к 19-му, к 18-му. А как раз не хватило 13-го, 15-го, 14-го. Вот. Вот это я думаю. Ну, и, наверное, если бы мы занимались не с октября, ну, как я, я занимался с октября, а с сентября, наверное, был бы лишний месяц как раз закончить все. И вот повторять, повторять, повторять. Так, самая полезная мысль, которую вынесли с занятий. Наверное, то, что ЕГЭ – это не конец жизни. Вот. То, что его можно пересдать или еще что-то. Ну, девочкам с этим вопросом, наверное, полегче. Потому что у мальчиков есть осенний-весенний призыв. Ну, вот. Но я перед экзаменом, наверное, в мае уже думал, ну, блин, может, в армейку сходить. Там, год и все, как бы. Отдал долг Родине. Сам полезный совет будущим выпускникам. Наверное, самое главное – это внимательность. Потому что можно там успеть все сделать, но это будет все неправильно. Я за первый час решил первую часть и три задания из второй. Конечно, там все были шокированы, но там из этих заданий только четыре первичных балла получилось. Вот. Как относитесь к ЕГЭ? к тому, что прошло и больше не вернется в мою жизнь. Ну, а не будет стоить? Ну, да я даже не знаю. Как бы... Может, да, может, нет. Посмотрим. Я думаю, в институте может устроиться на работу куда-нибудь. Так, чтобы какой-то заработок был. Ну, машину накопить направо. Какие планы на ближайший год? Поступить на бюджет? И хорошо бы сейчас. Ну, я думаю, от того, куда ты поступишь, зависит дальнейшее развитие. Потому что если поступать в Вышку или в ЭТМО, или там Политех, ЛЭТИ, то, скорее всего, ты больше будешь занят учебой, нежели там какими-то своими делами. Но если там поступать в Листтехничку, то как бы, не знаю, там... Я не думаю, что очень сложная программа. Ну, да, это как бы институт, но у него слишком, наверное, низкие рейтинги для него. И поэтому там можно заниматься чем-то своим. А ты что хочешь? Я? Счастливой жизни. Ну, я хочу поступить в ЛЭТИ. Поучиться там. Ну, хорошо, год. Ну, месяц-два, а потом подумать, может, чем-то действительно заняться. Пойти на работу или еще что-то. Вот.